АПЛОДИСМЕНТЫ Она уникальна в том смысле, что она соединила документализм и наработки театра, наработки настоящего драматического искусства. Я ведь не знал, что это и была она! Поймите, разве теперь ради этих трупов Ладана я могу присягать тому, во что я сам не верю? Вот в профессии документалиста, допустим, не солги – это главный закон. Убить его! Он должен отбить! Убиться! Нет! Собьет! Убиться! Это осталось за кадром моего фильма. То, что спецслужбы его избивали, ну, потому что у него фильм сугубо политический, и после того, как они его избили, он не остановился. Он продолжил свою работу, продолжает и до сих пор. Сейчас у него уже там международное имя, и его не трогают. Это человек, для которого смысл жизни важнее, чем сама жизнь, ну, может быть. Наиболее такие важные моменты, которые я выделил для себя по отношению каких-то традиций кафедры – это в том, что если ты принимаешь профессию режиссера, то первое, что ты должен сделать – это быть честным и правдивым человеком. Первый вопрос – это зачем ты это делаешь и для чего ты это делаешь. Я не говорю о том, что ты снимаешь кино большое, но самое большое. Тебе надо понять, что свежая задача. Когда ты эту свежую задачу себе оформил, дело пойдет. Я так считаю. Человек имеет право понимать. Вот за это, в общем, в принципе, борется вся культура, я думаю. Вся, вся. Понимать. История Германии – это слепа к истории в какой-то степени Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти. Весь немецкий порядок формировался в веках. Гитлер – это формирование достигло на высшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. Просто с течением времени документальное кино приобретает все большую и большую цену. Это история. И мы летописцы в каком-то смысле. Ну и, конечно же, по-настоящему борцы. Борцы за право человека быть человеком, образованным человеком, совершенствоваться. Я сделала интервью с Горбачевым. Он был в Вильнюсе в 1990 году, 11 января. Да, он прилетел. Все, уже наша коммунистическая партия литовская отделилась от союзной. Я думаю, ну все равно, памятник у Ленина подойдет. И я там ждала, ждала, и все-таки он пришел. Михаил Сергеевич, а как насчет компартии, вы ничего не сказали? Потом скажете. Нет? Нет, нет, нет. Да? Если мы видим пути в решении на основе обновления федерации, при сохранении интеграционных и кооперационных процессов, экономического и интеллектуального сотрудничества, то цементирующей силой, интегрирующей силой при децентрализации всей, всего общества, всей страны партия. И так сказать, что этот институт, может он и дал вот такое, что надо как-то к цели идти все время. Может вот эта закалка какая-то оттуда пошла, не приспосабливаться. Нету, не приспосабливаться. Рассказывать истории, которые волнуют тебя, которые ты, которые, тебя, которого родился здесь сейчас, живет здесь сейчас, А, ну то, что проще? Проще. Проще. Нужнее. И жизненно необходимее. Спасибо, мы его сделаем. Так что я, не то что случайно что-то входит в сам к себе, а мы это бесконечно вяжем со временем, и вообще считаю, что чем более документальное кино прописано в сегодняшнем дне, тем меньше оно стареет, как ни странно. Тюрьма не только университет. Тюрьма – это место, где подбирались будущие кадры. Каждый авторитет в тюрьме подбирал будущие кадры для своих будущих действий. Ну, я тоже подбирал. А что закрутился? Вот поставок. Ну вообще подарок, подарочный набор. Меня открывает для себя новый мир. Все время я открываю для себя новый мир. Мне очень хотелось снять воры в законе. Я на него потратил очень много времени. Мне хотелось поднять этих людей. И когда мне сказали, ни один из них не согласился сниматься. Я убедил, что они сняли сегодня. Мне было интересно с ними. Я получаю удовольствие, когда я нахожусь на съемке в концертном зале, потому что это дыхание. Вот самое главное, от исполнителей дыхание передается нам. А я стараюсь его подхватить. И вот это вот, перенести это на экран, суметь перенести, это практически невыполненная задача. Но она главная. Женя, держи его, пускай выдыхает. Саша, аплодисменты, да? Что-то я так в 8 свет играла. Да, когда его затылок только, когда аплодирующие. Кино, это такая форма знакомства зрителя с окружающим его миром. Это возможность дать ему тот нравственный опыт, в котором он не имеет в своей жизни. Это возможность познакомить его с соседом по лестничной клетке или с... Ну, показать ему, что в мире вообще в целом, глобально, ну что в мире живут его родные люди. Внимание! Списки поступивших в институт. Только тихо, товарищи, правда. Без истории, без прошлого нет сегодняшнего дня. Все очень, вот это все действительно очень, очень связано. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok